Тема наших рассуждений о простоте во Христе Бог вот так усмотрел и устроил мир, что от самого рождения дети уже имеют это качество Но со временем, когда человек уже вот так осознанно входит в мир, начинает сталкиваться с окружающим миром И многие люди понимают и приходят к выводу, что простым быть невыгодно Что такое простота? Да, простота это качество простого человека Простота делится на несколько Это простота души и простота ума Мы именно сейчас будем говорить о простоте души Простота ума это, ну, своего рода такая глуповатость Но мы с вами будем говорить о простоте души, о простоте сердца А это прямота, это искренность и откровенность Скажу сразу, что когда мы с вами посмотрим места священного писания Библия гораздо глубже и объемнее дает определение простоты И мы этого коснемся Значит, то, что вот говорят люди, да, дают определение простота сердца, это прямота, искренность, откровенность О чем мы с вами сейчас сказали? Именно этим качеством обладают дети Умиляют сильно дети И каждый раз, когда мы сталкиваемся Вот, лично я где-то, с одной стороны, приятно видеть, слышать искренность, доверчивость детей Но, с другой стороны, где-то в глубине души, вот лично у меня, какая-то боль А знаете, какая боль? Вот растут дети Они искренние Они прямые Они могут вот сказать что-то, но не задумываясь, что вот где-то надо что-то слукавить, что-то утаить Открыты И они не знают, что их ожидает в будущем Какая жизнь Какие будут их окружать люди, с какими пониманиями Деяния святых апостолов, 4, 13 Видя смелость Петра и Иоанна И приметивши, что они люди не книжные и простые Они удивлялись Между тем узнавали их, что они были с Иисусом Что увидели в апостолах окружающие И приметивши, что они люди не книжные и простые Они удивлялись Ну, во-первых, смелость Видя смелость Петра и Иоанна Окружающие, когда перед ними предстали наши братья апостолы Они увидели, что эти люди ведут себя смело И приметивши, что они люди не книжные, а простые Они, нет, они не увидели в них простоту ума Они увидели душевную, сердечную простоту Но мы в Писании, друзья, находим Что, мало того, апостолы имели простоту Были простыми во Христе Оказывается, это заповедь Мы с вами прочитаем в Евангелии от Матфея Десятая голова, 16 стих Сам Иисус Христос говорил Вот, я посылаю вас, как овец среди волков Итак, будьте мудры, как змеи и просто, как голуби Это заповедь Я понимаю, что эта заповедь, она стоит наряду с остальными заповедями Ну, например, Господь говорит Итак, будьте совершенны Важная тема совершенства Важная Господь говорит, итак, будьте святы Важная тема И наряду с этим повелением Господь говорит, будьте просты Будьте Имейте это качество Оно не просто слово Это заповедь Иисуса Христа И поэтому, если это заповедь Иисуса Христа То я думаю, что уже, соответственно, в этом Ну, в этой, как бы, плоскости надо рассматривать Если это заповедь Мы еще читаем 2-е послание Коринфянам 11-я глава Третий стих Переживание апостола Павла Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву Так и ваши умы не повредились Уклонившись от простоты во Христе Если простота – это качество нежелательное Или, ну, такое необязательное, ненужное Если простота – ну, это что-то такое, как приложение Можно иметь, можно не иметь То я думаю, апостол Павел бы не предостерегал церковь Но в этих словах мы видим глубочайшее и серьезное переживание о том Что будет дальше с церковью Как будут дальше жить братья и сестры А именно в каком направлении Боюсь, чтобы вы не уклонились от простоты во Христе И второе послание Коринфянам 1 глава 12 стих Апостол Павел говорит Ибо похвала наша есть свидетельство совести нашей Что мы в простоте и богоугодной искренности Не по плотской мудрости, но по благодати Божией Жили в мире, особенно же у вас То есть Мы жили в простоте и богоугодной искренности Итак, мы с вами изначально подметили Определение, ну так скажем, в словарях Слово простота А теперь давайте вместе сформулируем На основании Священного Писания Что же такое простота во Христе В свете Писания Простота во Христе Или вот это качество простота Она охватывает три сферы Первая сфера Это отношение с Богом В качестве простота Вторая сфера Отношение с ближним И третья Это мнение лично человека о себе И вот это все вместе Объединяется, да, вот таким словом Простота во Христе Простота во Христе Это чистая и добрая совесть Полное доверие Богу Вот что касательно сферы отношений с Богом Последнее место, которое мы с вами прочитали Второе послание Коринфимов, первая глава Апостол Павел здесь открывает нам И говорит о себе Что мы хвалимся, да, о себе Но наша похвала Это есть свидетельство Совести нашей Это есть свидетельство Внутреннего хождения перед Богом Что мы То, что видят братья и сестры Жили в простоте и богугодной искренности Здесь именно как раз Апостол Павел и открывает Что простота во Христе Что касательно отношений с Господом Это есть Чистая и добрая совесть Каждый заключивший завет с Господом Получивший добрую совесть при покаянии Дал обещание Богу Вот человек заключает завет с Богом Он уже имеет добрую совесть Или в будущем будет иметь Человек обещает Богу, что он будет Когда-то иметь добрую совесть Или добрая совесть Обещает Богу служить Человек получает добрую совесть при покаянии И вот теперь вот эта добрая совесть Которую Бог очистил От всякой скверной Через покаяние Через исповедание Омыл кровью своею И теперь человек свидетельствует Перед окружающим Перед церковью Что он вот эту добрую совесть сохранит Именно в этой доброй совести Будет ходить перед Богом А что это означает? Это означает, что вот Будет в жизни человека соответствие Вот тех сокровенных желаний и мыслей С той реальностью, которую видят окружающие Вот об этом как раз и говорит апостол Павел Что мы перед вами, братья и сестры, искренни Вот то, что мы вам говорим То, что видите, это и есть на самом деле в нас Вот мы просты Мы просты Мы с вами подметили, да Что это искренность Это прямота Это доверие И вот как раз здесь апостол Павел и говорит Ибо похвала наша Есть свидетельство Совести нашей Смотрите, насколько глубоко Уходит на первый взгляд Простое качество простота Свидетельство совести нашей Что мы в простоте и боговодной Искренности Не по плоской мудрости Жили в мире, особенно у вас Простота это В отношении с Господом Чистая добрая совесть Полное доверие Богу Вот выше апостол Павел Как раз раскрывает Эти мысли глубже Он говорит Но мы сами в себе имели приговор к смерти Для того, чтобы надеяться не на самих себя На Бога воскрешающего Мертвых Который и избавил нас Со столь близкой смерти И избавляет Апостол Павел выше Вкратце упоминает В какие попали они обстоятельства Если сказать в общих В общем Он говорит Обстоятельства были настолько трудные Что мы не надеялись Остаться в живых И вот иметь простоту во Христе Братья и сестры Это значит полностью Доверить свою жизнь Богу Насколько доверчивы дети Насколько просты И вот в духовной жизни В отношении В отношениях с Богом Простота во Христе Это есть доверие Богу В отношениях с Бриджним Друзья Это прямота Откровенность И искренность Ну вот мы можем Сейчас вот Слушая это слово Проверить себя Бывает ли в жизни нашей Когда в наших словах Нет какой-то прямоты Искренности И откровенности Вот что у меня в сердце Что я думаю о братья и сестре Вот именно там В глубине души Я то и говорю И говорю открыто Говорю в глаза Простота во Христе В отношениях с Бриджним И друзья Вот последний момент Да Это мнение Лично мнение о себе Так вот как раз Иметь простоту во Христе Это значит Иметь скромное Мнение Или говорить скромно о себе Смотрите Бог Настолько удивительно Усмотрел Взаимоотношения В церкви Что ну удивляешься Лучше Лучше не придумаешь С одной стороны Господь мне говорит Имей простоту во Христе Хорошо Я простой Там Сестра Брат Все мы простые И вот мы собрались Вот такие простые во Христе И вот здесь Как раз Может проявляться Вот о чем сейчас Сестра Натария сказала Какая-то невоспитанность Бестактность Читаем Господь говорит Чтобы каждый из нас Воздавал каждому Должное А именно Ну я своими словами скажу Кому уважение Уважение Кому честь Честь Кому послушание Послушание То есть с одной стороны Лично для меня Бог говорит Будь простым Но если я Вот такой простачок Да Или простой человек Встречаюсь с таким же Простым братом Или сестрой Я не должен забывать Что я одновременно Обязан оказать Надлежащую честь Именно этому брату Или сестре Если я встретился Со сверстником То я могу Да Разговаривать на ты Если я встретился С человеком Таким же простым Старшего возраста То учитывая возраст Я обязан Оказать честь В интонации В обращение Первое послание Фессалоникийцам Пятая глава Двенадцатый Тринадцатый Стихи Просим же вас Братья Уважать Трудящихся У вас И предстоятелей Ваших Господи И вразумляющих Вас И почитать Их Преимущественно С любовью Заделай их Будьте в мире Между собой Удивительно Тот же Самый апостол Он выражал Глубокое Переживание Чтобы братья и сестры Не уклонились От простоты Во Христе И тот же самый Апостол Говорит Я вас Прошу Братья А о чем Прошу Уважайте Трудящихся В то время По всей видимости Были в церкви Те кто трудился А были в церкви Те кто не трудился И апостол Павел Я понимаю Господь Он в этом В отношениях Почести Делает разницу Вот как члены церкви Мы все равны Как дети Божьи Мы равны Но в отношении Оказываемых почестей Трудящиеся И не трудящиеся Имеют разные Почести И вот в частности Для тех кто трудится Он говорит Уважайте таковых Я понимаю Друзья Что это уважение Должно быть В разговоре Это уважение Должно быть В обращениях И уважение В послушании То есть если Например мы общаемся Вот у нас есть Разные виды служения И кто-то занимается Трудится Есть служителя Да И мы должны понимать Что с одной стороны Мы простые Да Ну да скажем Диакон из диаконского Служения совершает Мы можем знать И быть убеждены Что брат Например диакон Он настолько простой Что скажи слово Он не обидится Но надо С другой стороны Понимать Это служитель Он трудится И надо его уважать Уважайте Трудящихся у вас И предстоятелей ваших В Господе И в разумляющих вас Первое послание Петра 2.17 Всех почитайте Братство любите Бога бойтесь Царя чтите Как же связать Простоту И почтение В отношении Лично каждого из нас Бог оставил заповедь Будь простым Будь открытым Будь откровенным Но имея эти качества Не забывай Перед кем ты стоишь Если ты стоишь Перед царем Почитай Почитай Царя чтите Это тоже заповедь Братья и сестры Поэтому Вот здесь Что касательно Да вопроса сестры Вот Здесь уже нужно Иметь и рассудительность И смышленность И по сути Мудрость Которая бы давала Ну руководство Человеку Имея вот такие Качества Как простота Как все таки Относиться К ближнему Чтобы не огорчить И не нарушить Заповедь Господню В отношении Уважения и почтения Какие преимущества Имеет человек Имеющий простоту Во Христе Я думаю Что я Не новость для вас Сказал Что в целом В мире Это качество Оно Ну как бы Не пользуется спросом И в целом То люди И не стремятся Быть простыми Я как-то Слышал Ну так В мире В Москве Делали опрос Среди определенной Категории людей Которые приезжают В Москву И им задавали вопрос Какие нужно Иметь качества Чтобы здесь Вот как-то Ну Как люди говорят Укорениться Да там Как-то держаться На плаву Да Не потеряться В таком большом городе И что удивительно Это молодые люди Молодые люди И не ответили Что одно из качеств Которые им помогает Вот здесь Укорениться В таком большом городе Москва Ну это дерзость Это ну такая Наглость Напористость И собственно У людей Такое мышление И вот Люди Особенно Подрастающее поколение Они стараются Вот этим Ну себя что ли Обогатить Окружить И вот именно Так и действовать И я вот так Смотрю Друзья Поскольку Часто езжу Скажем В движении На дороге Ну это Сплошь и рядом Не проявишь Наглость Вторым Третьим Поедешь Не снаглеешь Там еще что-то Не сделаешь Вот У меня был случай Как-то Я тут Брату Дому рассказывал Делился Приехал Нужно было Мне остановиться Припарковать автомобиль И вот смотрю Одно место свободное В центре Москвы С парковкой Проблема А мне нужно было Ждать человека И я Не сразу же Как бы Передом автомобиля Стал въезжать А Чуть-чуть проехал И решил назад Въехать Так удобней И с учетом Что я немножко На татуар въеду Секунды Пока я переключаю скорость Оборачиваю голову Место занято Для меня был такой шок Откуда появилась машина Я так говорю Что за наглость Ну откровенно видят Мои действия Все понятно Человек паркуется Ну Я Еле сдерживаю эмоции И выхожу Подхожу к водителю Он сидит на меня смотрит Как ничего мне бывало Я говорю Слушай Ты вообще правильно поступил А что я сделал Кто успел Кто не успел Тот опоздал Я говорю Ну ты молодец Ты же видел Ну да видел Ну кто не успел Тот опоздал Ну пока ты парковался Я твое место занял Ну там Ну я Стал Взывать к его совести Я говорю Понимаешь Вот если мы все Так будем поступать Что будет твориться Если бы я так поступил Тебе бы понравилось Ну и так вот Объяснил ему Поговорили Ну ладно Я стал При выезде Арочка Выезд Он уже квартал объехал По улицам Я сижу И у меня в сердце Такие мысли Борьба Ну я тоже верующий Я не должен поступать Как они И мысль Уступи место Ну мне остается Только уже Въехать на тротуар Ну я так думаю Господи Ну я уступлю Раз Несмотря на то Что так поступили Я подхожу Говорю Слушай Я вижу Ты ищешь место Я уступлю Уступил место Смотрю Они как-то так Расположились Поговорили Ну друзья Мысль какая Что вот Это сплошь и рядом Это сплошь и рядом И Даже где-то Это считается нормой И где-то Тот человек Который Простой Во Христе Ну где-то Может быть И надсмехается И где-то Может быть Даже и верующие Не совсем понимают Да таковых Которые поступают По простоте Во Христе И зачастую Где-то Человек склонен Сползать Именно на другую Платформу Платформу Какой-то Наглости Напористости Да И всего прочего Но я бы Вот на этом фоне Хотел друзья Чтобы мы в Писании Посмотрели Что оказывается Есть Великие преимущества Иметь простоту Во Христе Величайшие преимущества Я вам скажу Откровенно Я сам Вот так В душе Долгое время Имел такие Переживания И мысли И глядя на все Это безобразие Беззаконие Сам в душе Сдавал вопросы Думаю Господи Как вообще жить Вспоминал не раз Лота Лот живя В Содоме Он мучился В правильной душе Своей Видя Слыша дела Беззаконные Но понимая Нам Глядя на все Простодушные От опасностей От опасностей Простых Я думаю Я думаю Я даю Я даю разум И мудрость Простодушные И вот Как раз Смотрите Великое преимущество Когда Человек Имеет Искренность Перед Господом Когда он Сохраняет Сове чистой Когда Когда-то Давший обет Господу Когда В отношениях С ближним Действует Прямо Пусть где-то Может быть Даже и Услышит Усмешки Но такой человек Имеет Величайшее Преимущество Он не ошибется Еще друзья Мы читаем Книги Притчи 19 глава 25 стив Если ты Накажешь Кощунника Той простой Сделается Благоразумным Бог Дает Такую Привилегию Такое благо Простодушному Учиться На ошибках Других Вот он Видит Бог наказал Кощунника И Бог Ему дает Такую Рассудительность Что Оказывается Если я так поступлю То у меня Будет ждать То же самое Оказывается Таким путем Ходить нельзя А человек Имеющий Не имеющий Качества Простоты Ну может быть Человек Имеющий Высокого Мнения Себе Человек Может быть Который Думающий Что он Все знает И все Понимает Вот он Может попасть И зачастую Не делает Вывода Из ошибок Окружающих И смотрите Я понимаю Какое великое Преимущество Господь дает Простодушным Глядя на ошибки Чужих Учиться Но не на ошибки Своих Мы с вами Подметили Что Простота Во Христе Это не просто Прямота Это не просто Искренность Это не просто Доверчивость Это намного Глубже Это искренность Во взаимоотношениях С Богом Это Именно Искренность В том Что Господи Я раз Тебе дал Обет Я буду Всю жизнь Так поступать Это полное Доверие Богу И поэтому Писание Говорит так И не войдет В него То есть Небесный Иерусалим Ничто нечистое И никто Преданное Мерзости И лжи А только Те которые Написаны У Агнца В книге жизни Человек Имеющий Простоту во Христе Это человек С чистой совестью Человек Имеющий Простоту во Христе Это человек С добрыми Чистыми Мирными Взаимоотношениями С ближними Это тот Кто записан У Агнца В книге жизни И это тот Кому Господь Приготовил город Когда человек Страдает Реакция жертвы Да Дать сдачу Дать сдачу Как-то защититься А Господь Нас учит другому Поскольку Сам Иисус Христос Нам сказал Будьте Просты Просты Будьте Я понимаю Что и Господь Сам таким был Он был Сам таким И поэтому Если мы с вами Понимаем Что наш жених Иисус Христос Несмотря на то Что он был великий Он творец Он Бог Несмотря на то Что он Ходя здесь По земле Он имел Такую власть Он творил Он творил чудеса Но он был доступен К нему могли Приходить И фарисеи И Господь Не смотрел С них Высока С высока И Господь Где-то не Подкалывал их Но он По Писанию Открыто говорил Он не говорил Поза глаза Что это Такие Такие-то люди К нему Приходили Грешники И он был Доступен И вхож Когда приглашали В любой дом И он Благословил детей Он брал их на руки И он детей Ставил в пример И говорил Вот так и выход Царствие Небесное Я понимаю Друзья Если наш жених Он вот такой То и невеста Его должна быть Такая же Вечность Цветых Видится Мне Дом Мой Небесный Бродной Сторон Ночью И днем Вижу Как На Я Город Цветых А Над ним Синево Там Только Там Небо Чисто Открыл Рост Там Только Там В небе Тесно Отзвезд Там Звуки А И повсюду Цветы Там Жизни Всей Моей Мечты Там Жизни Всей Моей Мечты Странник Я Здесь Трудно В пути Но Уж Недолго Осталось Идти Цепью Земных Бесконечных Дорог Где Даже Сны В ожидании Тревог Там Только Там Небо Чисто От Гроз Там Только Там В небе Тесно От Звезд Гроз Звуки Арф И повсюду Цветы Там Жизни Всей Моей Мечты Там Жизни Всей Моей Мечты К Небу Дойти Вот Цель Моя Боже Мой Умоляю Тебя Буб Блуд Блуд Небо Сына К себе Ты Прими Ласкай Отцовской Меня Обними Там Только Там Небо Чисто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok